У нас есть действительно старинные вещи. Это старинные рушники, это прялка, это кувшины. Вот рушники, все, что висит здесь, это все старинно. Мини-музей в детсаде – не площадка для игр. Это место познания быта предков. Предметы собирали у неравнодушных односельчан. Здесь воспитатели беседуют с малышами о родине и патриотизме, закрепляют материал тематическими праздниками. Дети с удовольствием танцуют, дети с удовольствием разучивают песни. Не обязательно песни, например, о казачестве или о природе. Мы изучаем песни о России. Замечательных много сейчас песен о России. Этот утренник дети подготовили ко дню славянской письменности. После того, как познакомились с книгами о Древней Руси, есть воспитание и донской казачий элемент. Казаки по разным языкам говорили. Горище – это чердак. Дон – это, ну, как, ну, где хранят зерно. Уроки патриотического воспитания проводят и с родителями. Талантливые взрослые дают детям мастер-классы, плетут из бисера, лепят, мастерят скворечники. В общем, помогают получить новые навыки. Мой ребенок – настоящий патриот. Смотрим передачи, такие не мультики. Мы стараемся что-нибудь такое про Россию, что-то, если у нас передачи патриотические. Да, он меня любит такое, все, он меня как взрослый уже. Патриотическое воспитание практикуется во всех детседах региона. В образовательную программу обязательно включают специальные уроки с национальным колоритом, тематические утренники к праздникам и конкурсные проекты. Возраст такой самый благодатный, поскольку малыши, они очень-очень восприимчивы, эмоциональны. Формируется личность. Они как губка все впитывают. Поэтому подчеркну, что это самая благодатная пора. Она дала нам хлеба с белым колосом, зашумит, заиграет волна. И поют казаки громким волосом. Эх, донская моя страна. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Дон-24, Песчанокопский район.